Они сражались в эпоху каменных львов, а сегодня известны как осколки великого Pride FC, где доблесть воинствующего духа ценилась выше победы. Они сотрясали многотысячные арены страны восходящего солнца, и их подвиги уже никогда не покинут сердца почитателей. В этом выпуске мы вспомним уникальный боевой путь легендарных титанов ММА, заправлявших бессмертным Pride в годы его величия. Сегодня Куинтон Джексон известен прежде всего в образе Рэмпэйджа. Воплощенный в боевом альтер-эго, он ведет свою родословную со школьных занятий борьбой, где молодой Куинтон отличался недюжиной силой и грозным нравом. Тогда Джексон мечтал о карьере в прорестлинге, где пришлись бы к месту его артистические таланты. Но почувствовав вкус к безнаказанному и небесплатному избиению соперника в клетке, американец направил свой взор на ММА, проявив себя на региональном уровне. В 2001-м он вытянул золотой билет, когда получил приглашение стать проходным соперником именитого Казуши Сакурабы. Это была беспроигрышная сделка, и даже сдав бой, Куинтон победил в борьбе за сердца зрителей. Проснувшись знаменитым, вскоре он уже вовсю упивался репутацией творца в жанре грязного реализма, где оружием выступает не оточенная техника, а гора мышц, способная дать в морду. В качестве главных его хитов времен Прэйк нельзя не упомянуть ошеломительное избиение Чака Лиделла, а также преснопамятный Слэм. Но дважды разгромно проиграв Вандерлию Сильви, Истерпев избиение от Сюгуна, Рэмпач к 2006 году выпал из претендентской обоймы. Не став мириться с ролью гейткипера, повелитель слэмов с активом из 12 запоминающихся побед в Прэйд переехал за океан, подведя итоги вендетты с Вандерлием и окончательно сбив бронебойные пластины с подбородка чемпиона, Джексон лишь в UFC сумел стать королем горы и поэтому занимает открывающую строчку нашего топа. До 2003 года основным направлением Прэйд считались бои тяжелых категорий, но с появлением Лиги Бусидо легким весам больше не приходилось оставаться в тени. При этом комиксный гротеск японских ММА, создающий из бойцов ярких, почти карикатурных персонажей, позволил раскрыть звездный потенциал Токонори Гуми. Ранее чемпион шута славился экстраординарным ударом в добивании сверху, но нарвавшись на Хуакима Хансона и Би Джей Пэна, Токонори принялся дорабатывать кикбоксинг. И результат не разочаровал. Оправдывая прозвище Fireball Kid, он яркой вспышкой влетел в Прэйд, а уже во втором выступлении отметился рекордным шестисекундным нокаутом. Оставляя за собой штабеля поверженных соперников, включая бывшего чемпиона UFC Джонса Пулвера, экстравагантного Чарльза Беннета и забитого в настил Луиса Азереда. Гуми добрался до Гран-при 2005. Еще в четвертьфинале он дезинтегрировал всякие шансы Тацуи Каваджири в одном из лучших карьерных выступлений. В тот же вечер японец взял реванш у Азереда. В финале он нокаутирует Хаято Сакурая, чтобы стать первым и единственным чемпионом Прэйд в легком весе. Но уже в следующем визите в ринг рекордную для организации серию из 10 побед подряд прервет Маркус Аурелио. И хотя Гуми отыграется, выстрелив напоследок буйней на века с Ником Диасом, бесславные годы в UFC омрачат светлую память о герое легкой весовой Прэйд. На протяжении карьеры в Прэйд Казуша Сакураба непрестанно поражал, интриговал и вдохновлял, воплощая в реальность сам дух японского гиганта ММА. Поклонник аниме он пронес детское увлечение через годы занятий вольной борьбой, чтобы воплотить в ярком образе на ринге прорестлинга. Оттачивая свой боевой слог на полях подставных поединков, Сакураба дебютировал в ММА закаленным бойцом и в 97-м выиграл японский турнир UFC. В Прэйд Казуша пришел уже в начале следующего года и слишком буквально восприняв настроение зрителей, принялся творить революцию. В первых же поединках бывший прорестлер заставил сдаться будущего чемпиона UFC Карлоса Ньютона. А затем прилюдно унизил Виттера Белфорта. Но все достижения Сакурабы меркнут на фоне многосерийного противостояния с непобедимыми Грейси. Первым из семейства пострадал Хойлер, став жертвой скандальной остановки. Попытка отомстить со стороны триумфатора первых UFC Хойса закончилась 90-минутным противостоянием и сдачей из угла. Не повезло и Хенза, которого японец отправил на рентген. Маловероятная же победа Хайена вовсе обернулась фурменным издевательством. Окончательно развенчав предание о непобедимости Грейси, в 2001 году Сакураба столкнулся с новым поколением бойцов, подвинувшим его с престола. Но даже драматически уступая в антропометрии, он не раз выходил победителем из схваток с монстрами массы. Набил 18 побед в белоснежном ринге. В 2006-м Охотник на Грейсе покинул Прайд из-за финансовых махинаций своего бывшего босса, подведя итог и истории арены мечты. Дебютировав в боях без правил в 1995-м, чемпион мира по кикбоксингу Игорь Вовчанчин не терял времени даром. Всего через три года он заслуженно считался самым устрашающим нокаутером, когда-либо виденным в ММА. Гроза турниров-однодневок. В 1998-м он получил изменившее все приглашение в Прайд. Закрепившись в промоушене избиением Гарри Гудриджа, Кладнокровный вскоре считался претендентом на звание главного тяжеловеса планеты. Подтвердил он свои притязания в 1999-м году, расправившись со считавшимся непобедимым Марком Киром. И хотя результат боя был позднее отменен, избиение крушащей машины перевернуло мир ММА. Шанс официально подтвердить статус номер один королевского дивизиона Прайд представился славянскому войну на гран-при Прайд 2000. Проведя два недошедших до решения боя за один вечер, измотанный Вовчанчин столкнулся с бывшим чемпионом UFC Марком Коуманом, переживавшим возрождение карьеры. Восстановившись, Игорь не терял надежды вновь забраться на вершину. Но с треском провалив второй и третий годы нового тысячелетия, он лишился вип-пропуска в элитарный клуб тяжеловесов. Не успокоившись статусом железного середняка, Вовчанчин направил взор на полутяжелую категорию. Набрав лучшую форму в карьере и доведя счетчик побед в Прайд до 18, он на краткий миг вернул былую славу. Но то была лебединая песня его карьеры. Проиграв неравный бой травмам в 2005-м, Игорь покинул спорт на пороге его прорыва в мейнстрим, так и оставшись полумифической фигурой в ММА с чудовищной силой. Походивший скорее на модель, чем на сурового рубаку, Маурисио Хуа в 2003-м был далеко не тривиальным кандидатом в будущие легенды. Но увидев талант в молодом бойце, уже в организационном дебюте его свели с Акирой Шоджи. Закаленный ветеран, считавшийся непростым соперником для любого, впрочем, не продержался и половины раунда. Три нокаута к ряду спустя, выступающий в жанре ураганного экшена бразилец считался сертифицированным киллером. Первой его проверкой в высшем эшелоне стал Рэмпэйдж. Только что одолевший родного брата Маурисио, американец стал идеальным объектом для мести мастера катаны. Буквально растоптав Рэмпэйджа, Хуа оказался в водовороте событий Гран-при Прайд 2005. Уже в четвертьфинале он отличился боем года против небитого соотечественника Рожерио Нагиры. Затем Хуа не почувствовал Алистара Аберима. В финале Маурисио поджидал грозный грэпплер Рикардо Арона, еще горячий после сенсационной победы над Вандерлием. Но на второе чудо подряд Рикардо уже не хватило. Вклотив голову Ароны в настил, 23-летний Сёгун катапультировал карьеру в облака. До звания лучшего независимо от категории оставалось рукой подать, но в следующем выступлении против Марка Колмана восхождение оборвалось неудачным падением с переломом руки. Завершился его забег в Прайд на серии из четырех викторий и общего рекорда 12 к 1 в организации. И хотя Сёгун сразу переправился из Японии в UFC, долгие годы он с гордостью продолжал нести знамя Прайд. Мало кто уже помнит, что при жизненно причисленной к лику святых имени Прайд, Дэн Хендерсон впервые громогласно заявил о себе именно в восьмиугольнике. Ещё в 98-м многократный медаль из чемпионатов по борьбе взял турнир средневесов на UFC 17. Но оставаясь верным мечте об олимпийском золоте, Хендер годами задвигал бойцовскую карьеру на второй план. Изменил всё. 2000-й год, когда Дэн в первом же организационном выступлении нарвался на лютовавшего в Прайд Вандерлия Сильву. Бойцы устроили форменную бойню, по итогам которой выгоднее смотрелся бразилец. Первое поражение заставило Дэна пересмотреть приоритеты, и доселе мирный атом обратился водородной бомбой, охотно пущенной в дело против Хэнза Грейси. Не спуская вожжи, в последующие годы Хэнда пытался пробиться на вершину полутяжёлого дивизиона. Но проигрывая ключевые поединки ещё на весах, он лишь обивал пороги титульной гонки. Конец порочной практики положил Гран-при 2005 в более подходящей ему средней категории. Сметя оппозицию, словно фигуры шахматной доски, Хэндерсон получил в распоряжение инаугурационный пояс. Не отказавшись в 2007 году поквитаться с Вандерлием, Дэн извлёк максимум шанса присовокупить пояс бразильца к своей коллекции. Двойной и последний чемпион бессмертного промоушена. В таком звании Хэнд обстретил трансфер в UFC. И хотя повторить неслыханное достижение времён Прайд уже не получилось, он подарил нам немало дорогих сердцу моментов. Мирко Филиппович всегда жаждал увековечить своё имя в летописях боевого спорта. Грозный нокаутёр с середины 90-х он наводил страх и трепет в К1. Но не сумев к 2001 году вознестись на олимп кикбоксинга, Крокоп в статусе звезды ринга депортировал свои таланты в ММА. Заработанная на раннем этапе слава истребителя прорестлеров, однако недолго преследовала Хорвата. Сменившись полурелигиозным страхом перед похоронным Маваши Герри. Тем не менее, продолжая традицию К1, в ключевых поединках неудачи всё так же преследовали Крокопа. Поражение на Герри было скорее обидной осечкой, но в дилогии с Кевином Рэндлманом ММА сполна доказали свою безумную непредсказуемость. В первом бою Кевин вырубил ударника, а в реванше Мирка задушил борца. Ценой немалых усилий, Хорват лишь к 2005 году сумел наработать на титульный шанс. В бою десятилетия против Фёдора Емельяненко он вкладывался в каждый удар. Но и здесь Филипповича ждала неудача. Апогей его карьеры пришёлся на 2006 год. Приняв участие в колоссальном гран-при в открытом весе, Мирка удосрочил всех, кто отважился преградить ему путь. Под каток попали Икухиса Минова, Титулованный дзюдоист Хиде Хико Йошида, легендарный Вандер Ли Силва и бывший чемпион UFC Джош Барнетт. Но последовавший за победой переход в UFC стал точкой невозврата. Вне всепрощающей Японии он уже не смог достичь былых вершин. Полученные позже регалии К1 и Райзен стали лишь утешением для когда-то блиставшего в прайд Кракопа. Перед тем, как перейти к тройке лидеров, мы обязаны почтить память любимца публики, запомнившегося зрителям упомрачительными карьерными перипетиями. И хотя его актив в прайд 4 к 7 далёк от эталонного, такие взлёты, какие пережил Кевин Рэндлман, стирают из памяти любые падения. Многократный чемпион страны по борьбе, Монстр запустил бойцовскую карьеру в 96-м. Закалив молоты на бразильских чемпионатах, он в канун Миллениума обзавёлся золотом в тяжёлом весе UFC. Впрочем, вскоре сменившим своего владельца. Брайт не упустил возможности, тут же завлёк недавнего чемпиона под свои знамёна. Обретя новый дом на земле, цветущий Сакуру тремя викториями в полутяжёлой категории, Кевин быстро оказался в титульной гонке. Но в решающем поединке смуглых американцев победу праздновал Рэмпэйдж. Последовавшая за этим автомобильная авария, чуть не стоившая Кевину жизни, а также сдача Сакураби, перечеркнули планы монстра на пояс Вандерлия. Новая весовая, однако, открыла новые возможности. Предложение сразиться в обречённый на провал встречи с Крокопом стало знаком судьбы. Хотя мог ли Кевин тогда предполагать, какое значение будет иметь его следующее выступление? Выбив сознание Крокопа, а также золото в номинации «Апсеты нокаут года», монстр попытался развить успех. Но Слэма, заставившего спортивный мир переживать за здоровье Фёдора, всё же не хватило. Главная победа Рэндалмана в карьере против Хорвата так и осталась последней значимой. Если бы бойцовский дух можно было измерить, то Родриго Нагейра занял бы лидирующее место в мире ММА. Чуть не лишившись жизни в возрасте 10 лет под колёсами грузовика, к 23-м он собрал в ворох медалей по бразильскому джиу-джитсу и загорелся идеей покорения смешанных единоборств. В 2001-м с багажом и звания короля Ринкса и восемью с обмешанными в 13 выступлениях Родриго дебютировал в прайд против Гарри Гудриджа. Вынудив большого папочку склониться перед Минотавром, Нагейра получил в сопернике Марка Колмана. Заставив победоносца Гран-при 2000 искать спасение у рефери, бразилец продолжил побеждать. Хит Херинг в бою за инаугурационный пояс в тяжёлом весе дотянул до финального гонга. В отличие от следующих пяти соперников. Сдался даже монструозный тогда ещё молодой бобсап, поначалу чуть не прикончивший Родриго неистовым слэмом. Начинало казаться, что сама боль сражается на стороне Нагейры. Одолеть бразильца сдюжил лишь Фёдор Емельяненко. Тем не менее, чемпионское золото временной пробы побывало в руках Родриго в 2003-м. Пережив удары Кракопа, которые свалили бы и носорога, Минотавр сотворил камбэк достойный зала славы спорта. Несмотря на все последующие победы, он так и не вернётся на вершину в Японии. Но в отличие от Мирко и Фёдора, на пенсии взгляд Родриго будет радовать временный пояс UFC. Отправляясь в Японию в 1999 году, Вандерлей Силван не мог надеяться, что там его ждёт незабвенная слава. Закалённый в бразильских боях без правил, на рубеже веков душегуб с топором слыл ветераном UFC и ни разу в карьере не доводил бои до решения судей. Меж тем, первый год на Востоке бразильский полутяжеловес оставался незамеченным, пока дорогу ему не перешёл Гай Мецгер. В августе 2000 года они на пару устроили триллер в рвалой палитре, слишком яркий, чтобы мы могли показать его в цвете. В последующие шесть лет все бои Вандерлия напоминали скорее гибельные походы на безумного короля дракона, где бесстрашные рыцари раз за разом лишались голов. Дважды унизив Рэмпэйджай. И трижды не оставив шансов Сакураби, действующему чемпиону было нечего доказывать в родной категории и он отправился покорять Гран-при 2006 в открытом весе. Стартовал немилосердный дровосек удачно, приговорив Козуюки Фуджиту. Но стараниями крокопа, побывав распятым на настиле, бразилец не вернется в былую форму. Уже в следующем поединке Вандерлий передаст права на пояс Хэнда, окончательно лишившись держака и омрачив дальнейшую карьеру обилием падений. Но несмотря на поздние неудачи, в лучшие годы Прайд он удерживал рекорд организации по количеству побед, нокаутов и защит титула, Вандерлий привносил в ринг беспощадную ярость и бушующую агрессию, которые невозможно забыть и десятилетия спустя. Вы знали, к чему все идет. Вы ждали, надеялись, верили, чтобы увидеть величайшего бойца в истории Прайд. Федор Емельяненко пришел в Прайд уже серьезным претендентом с десятью победами в активе и дважды взяв турниры рингс. Единственное поражение было следствием неудачной сечки в 2000 году, вскрытой запрещенным ударом, поэтому неофициально он считался непобежденным. Дебют против одного из величайших кикбоксеров Сэмми Шилта в 2002 прошел по плану. Отрихтовав лицо хиту Херингу, Федор ворвался в титульную гонку. Действующий чемпион Нагейра считался крепким фаворитом, но в бою россиянин совершил немыслимое. Вламываясь в гард виртуоза Партера, Емельяненко три раунда разбивал бразильца в его любимой позиции. От нокаута Родриго тогда спасла лишь нечеловеческая крепость черепа. Следующим стал рейтинговый бой с железноголовым Козуюки Фуджитой, подарившим чемпиону первый валидольный эпизод в карьере. Реабилитировался Федор киком в корпус и последующей капитуляцией японца. Избиение Гудриджа стало неплохой разминкой перед грандиозным гран-при четвертого года. Марк Кулман не доставил самбисту особых проблем, но Кевин Рендалман, недавно шокировавший Крокопа, чуть-чуть не вписался в апсет века. Федор снова невозмутимо довел бой до победы. Полуфинал запомнился наказанием японца. За которым последовала обидная сечка в финале против Нагиера и перенос признанного несостоявшимся боя. Повторно Федор решил разобраться с бразильцем на руках. В 2005-м пришла титульная очередь Крокопа и снова Емельяненко одолел специалиста в его собственной игре. После такого уже никто не сможет составить россиянину конкуренцию в Прайд, которую он покинет в образе последнего императора без единого поражения. А все остальное уже история. В этом выпуске мы окунулись в пучины преданий золотой эры ММА, но история Прайд таит в себе еще немало позабытых ныне истин. Если вы хотите видеть новые видео о японском гиганте ММА, то не жалейте лайка, подписывайтесь на канал и помните, настала эра ММА! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok